приветствую вас дорогие друзья как всегда у микрофона кусок зайца и это как вы догадались гайд по протезам в игре кенши понимаю ваше негодование почему только сейчас ведь прошло уже столько времени ну вот такой вот я слоупок и вот такая вот я ленивая жопа столько времени прошло а гайд по протезам пилю только сейчас точно не знаю если подобные гайды или нет но скорее всего есть но для себя я эту галочку закрою поэтому не упустите возможность подписаться на канал и поражать лайкос ну и комментарий комментарий обязательно и да на всякий случай я повторюсь канал не посвящен одной лишь кенши это игровой канал и тут вы сможете увидеть не только кенши но и другие интересные мне игры может быть и вам эти игры будут интересны но хватит воды давайте перейдем к сути в кенше протезы это образцы высоких технологий мало того что они полностью заменяют утраченную или утраченные конечности но они дают порой и существенные бонусы владельцу как впрочем и пенальти одни протезы позволят вашим персонажам быстрее бегать другие усилит их физически или увеличит параметр ловкости однако протезы имеют как бонусы так и дебафы но на этом все не заканчивается допустим если вы обитаете в союзных городах или в королевстве шеков то на ваши протезы не будут обращать внимание то есть всем будет по барабану ходите вы с протезами или без них но если вы человеком заявитесь к святой нации не будучи их союзником то вас все непременно скрутят и отмудохают объявив при этом что вы это рудья нарко но заметьте я не просто так сказал фразу не будучи союзником все потому что как только вы получите заветную репутацию со святой нации в соточку и станете их союзником то им будет глубоко плевать с протезами выходите или без них да вот такие вот у святош двойные стандарты не союзник с протезами ты от рудья нарко а вот если ты союзник с протезами то ты свой в доску парень и так зачем конкретно нужны протезы по этому поводу не прекращаются дебаты и споры по сей день есть как сторонники раннего протезирования так и ярые противники вообще любого умышленного протезирования своих персонажей ведь одно дело поставить протез если вашему любимому персонажу оторвали конечность в пылу битвы и совсем другое дело когда вы умышленно отрезаете конечности чтобы протезировать своего персонажа давайте разберемся в плюсах и минусах этого дела из плюсов можно отметить хорошие протезы позволяют существенно увеличить нужные характеристики такие как сила ловкость атлетика также плюсом является то что протезы будучи поврежденными чинятся теряя минимум определенного эффективного хп и данная конечность после починки снова может полноценно служить хозяину то есть она не будет считаться травмированной ей не нужно будет накладывать шину также протезы как правило имеют куда больше прочности чем родные конечности правда и в этом случае бывают исключения из правил ну куда же без них и еще к плюсам можно отнести то что персонаж у которого все четыре конечности заменили на протезы может с легкостью избежать рабство он попросту положит протезы к себе в рюкзак и кандалы некуда будет надеть вот такой вот небольшой лайфхак что можно отнести к минусам чтобы поставить хорошие протезы придется солидно раскошелиться или попотеть чтобы найти данные протезы но учитывая динамику кенши думаю что к ты не такая уж и большая проблема поэтому такой себе минус дальше хорошие протезы придется искать правда 98 процентов протезов можно найти в городе черной пустыне еще один минус если вы хотите заменить все четыре конечности на протез то вам придется раздобыть чертеж шелушильни у главаря кожаных бандитов ну или ввязываться в любые драки в надежде что вашему персонажу отрубят еще одну конечность не убив его при этом и еще один минус протез требует рим комплекта рим комплект и по старту игры довольно дороговаты для игрока но ближе к середине игры когда персонажи уже довольно прокачены рим комплектов будет более чем достаточно порой их что называется хоть попой жуй и последний минус с протезами на вас будут агриться представители святой нации но если они не ваши союзники опять же ну вот с этим разобрались теперь вам верно интересно каким же образом можно потерять конечности да ну в игре конечности можно потерять двумя способами ну без редактирования сейва конечно способ 1 это потерять конечности в битве примечательно что можно поставить частоту отрывания конечностей в настройках игры выставляете на параметр часто и ваши персонажи будут терять конечности при любом удобном случае в битвах также важно помнить, что конечности невозможно потерять под кислотным дождём или при обожжении. В таком случае урон просто будет загонять конечности в жёсткий минус, но они при этом не отвалятся. Второй способ. Вы идёте к Саванту, главарю кожаных бандитов, и забираете у него чертёж шелушильни, которая поможет ампутировать все четыре конечности с перца разом. Кстати, примечательно, что шелушильни изначально в игре как таковой не было. Это мод одного из игроков, который хотел иметь возможность полностью протезировать своих персонажей. Но мод стал так популярен, что разработчик игры включил его в релизную версию игры. Принцип работы шелушильни весьма прост. Запихиваете в неё персонажа, которому надо удалить конечности, а вторым персонажем стоите в пассивном режиме, чтобы он не залечивал того, кто ампутируется. И ждёте момента истины. Учтите, что шелушильня наносит урон по всем частям тела. Но учитывая, что руки и ноги имеют прочность зачастую меньше, чем торс, голова и живот, то как только отваливаются конечности у персонажа, он будет еле жив. Ваша задача быстренько его подхватить и залечить его ранения. И тут же поставить на него ранее приготовленные протезы. Теперь поговорим, какие же протезы есть в ванильной версии игры. В ванильной версии игры есть как парные протезы, то есть протезы рук правые и левые, так и не парные, то есть есть протезы рук с определённой стороны только. Итак, давайте разберёмся же, что это и с чем это едят. Сами же протезы делятся на 6 классов качества. Прото, низкий, стандартный, высокий, специальный и мастерский. По мере повышения класса качества протеза повышаются и его характеристики. Дебафы уменьшаются, а бонусы увеличиваются. Поэтому классы от прото до высокого лучше вообще избегать. Ну или ставить их в очень крайних случаях, когда вам хоть как-то необходимо ходить. Просто потому, что протезы таких классов дают больше дебафов, чем бафов. Это во-первых. А во-вторых, такие протезы имеют весьма малый запас прочности. А это значит, что толку от них будет немного. А вот специальный класс и мастерский класс — это то, что вас будет интересовать. Тут вы, наверное, скажете «Заяц, ну ты и зажрался». Да? Нет, не зажрался. Дело в том, что в мире Кенши протезы специального или мастерского класса не такая уж и редкость, как хотелось бы. Да, если бы с протезами было точно так же, как в Моруинде с доедрической бронёй, то дело обстояло бы по-другому. Но, напомню, в Моруинде, допустим, собрать сет доедрической брони — это целый геморрой, ибо он, по сути, на всю карту один и разбросан по всяким тайникам. Тут же в Кенши есть почти стопроцентный вариант, как добыть прямо, можно сказать, на старте игры протезы специального или мастерского класса. Банально нужно прийти в город Черной пустыни, что находится в гиблых землях. Там у скелетов протезы в изобилии. Более того, их ассортимент постоянно меняется. А также стоит помнить, что чем выше класс протеза, тем меньше дебафы он накладывает и тем больше бафов он даёт. Так, допустим, прото-качество протезов накладывает в основном негативные эффекты. Редко какой протез прото-качество даёт хоть сколько-либо бафов полезных. Тогда как протезы специального и мастерского класса во всём могут превосходить родную конечность. Ещё как вариант, вы можете изучить соответствующие технологии и самостоятельно создать протезы. Но стоит помнить, что это дело не быстрое и для изучения данных технологий вам понадобятся древние книги научные, ядра и искусственного интеллекта, инженерные исследования, а также куча ресурсов и времени. Да, ещё замечу, что хоть в этом видео я и рассматриваю протезы, но я не буду разбирать, что из чего крафтится. Так как весьма уверен, что если кто захочет скрафтить протезы, то сам догадается посмотреть на соответствующую плашку на станке, что необходимо для того или иного протеза. Дело-то, собственно, не хитрое. Зачем растягивать и размусоливать, правда? Итак, давайте разберём, какие же есть именно протезы в ванильной версии Кенши. Протезы эконом-класса или дешёвые протезы. Данные протезы являются просто мусором по сути, ибо даже протез мастерского класса имеет малый запас прочности и существенно режет ваши навыки. Поставьте хотя бы один такой протез ноги на вашего персонажа, и вы сразу можете забыть, что ваш персонаж умеет бегать, ибо режет атлетику данный протез просто офигенски. Руки тоже не лучший образец робототехники. По сути, это мусор, собранный из мусора. Но смею заметить, что в мире Кенши и эти протезы считаются весьма большим достижением, ибо протезы покруче разрабатывались ещё во времена Первой Империи, то есть когда технологии были достаточно высокими. Дешёвые протезы парные, есть две руки и две ноги, левая и правая. Протоварианты протезов данных убоги и обладают огромными дебафами, а также всего лишь 40 хп прочности имеют, что нога, что рука. У мастерских протезов данного типа 95 хп прочности и у руки, и у ноги. Полезных бонусов данные протезы, или аугментации, как некоторые любят говорить, не предоставляют никакие. Руки дают дебаф к арбалетам, взлому, воровству, ловкости и плаванию. Ноги режут скрытность, атлетику и плавание. Руки и ноги скелета. По сути, это простые конечности скелета, которые можно прямостачить к живому телу. Прочность варьируется от 55 хп в прото качестве до 170 хп в мастерском качестве. Ноги дают дебафы к плаванию и скрытности, и баф к атлетике. Руки режут взлом, воровство и плавание, однако дают бонус к ловкости и к рукопашному бою. Протезы КЛР. Кстати, КЛР это, как оказалось, отсылка к байку Криса Ханта. Тут даже описание протеза сходно. Из-за её простоты и прочности о серии КЛР ходили легенды. Она была спроектирована для первых обслуживающих роботов, которые в одиночку работали в отдалённых опасных районах. От необязательных функциональных излишеств отказались в пользу простоты и функциональности. Многие экземпляры использовались на военных фронтах, так что до наших дней дошло их мало. Но к сути протезы КЛР самые прочные в ванильной версии игры. Прото качество имеет прочность 110 хп, что у руки, что у ноги. У мастерской руки прочность 245 хп, а у ноги 290. При этом протез руки даёт дебаф ко взлому, воровству и плаванию, но также даёт бонус к ловкости, силе и к рукопашному бою. Протез ноги КЛР даёт дебаф к скрытности и к плаванию. Бонусов не даёт, но зато по прочности он самый жирный в ванильной версии игры. Протезы промгрузчика. Рука от древней логистической модели, которая обладает исключительной силой. Эти модели использовались на корпоративных заводах и складах далёкого прошлого. По причине конструктивно невысокой скорости работы они, в отличие от старших моделей, не использовались в качестве боевых единиц и были заняты на производстве в тылу, пока не были погребены под слоем пепла и грязи. Данные руки есть как левая, так и правая. В протокачестве имеют прочность в 75 хп. В мастерском качестве прочность составляет 195 хп. Из особенностей протез накладывает дебафы на взлом воровство плавания, но даёт баф на силу и бонус в рукопашном бою. Можно сказать, что в ванильной версии игры этот протез крепкий середнячок. Твёрдая рука. Это хорошо сохранившийся механизм, предыдущий владелец которого щепетильно модифицировал его. Похоже, что этот мотор взят от совершенно другой модели, а в блок обратной связи встроен какой-то неведомый искусственный интеллект, который обеспечивает адаптивную стабилизацию протеза. В ванильной версии игры есть только протез левой руки данного типа. Данный протез даёт баф на арбалеты и на ловкость, но режет плавание. Ну, в принципе, как и любые другие протезы. В мастерском варианте прочность составляет 145 хп. Надёжный киберпротез руки. По сути, это всё та же твёрдая рука, только на этот раз этот протез уже правой. Прочность всё та же, 145 хп. Даёт всё тот же бонус на арбалеты и на ловкость. Рука вора. Правая. Также является вариацией протеза лишь для одной, как вы уже заметили, правой руки. Даёт баф на взлом, воровство и ловкость. Режет плавание. В мастерском исполнении обладает прочностью, равной 145 хитпоинтам. Тихая нога или, как их называют, стелс-ноги. Лучший вариант для тех, кому интересно стелсить в кенше. Прочностью, конечно, такие конечности не хвастаются, но в мастерском исполнении имеют 170 хп. Дают бонусы к скрытности и к атлетике, но сильно режут в плаваниях. Протезы данного типа есть как левые, так и правые. Нога разведчика. Ещё более хлипкая модель ног. В мастерском исполнении обладает прочностью в целых 145 единиц хитпоинтов. Накладывает дебаф на скрытность и, естественно, режет плавание. Но очень сильно по меркам ванильной версии игры усиливает атлетику. По сути, данные ноги ставят бегунам. Персонаж с парой таких ног может бегать как и гепард. Теперь давайте подведём итог по протезам ванильной версии кенши. Итак, наиболее хорошим выбором являются протезы серии КЛР. Причём, как руки, так и ноги. Ввиду того, что они обладают существенным запасом хп. Но данные протезы подойдут лишь хорошо бронированным персонажам. Учитывая механику игры, эти протезы выручат вас в затяжных сражениях. Дело в том, что при сражениях враги в основном бьют в те части тела, которые наименее защищены. Как правило, это руки и ноги. То есть, данные протезы позволят отлично танковать урон. Протезы рука вора и твёрдая рука отлично подойдут какому-нибудь арбалетчику или воришке, которому нужна скрытность. Также арбалетчику может подойти надёжный киберпротез руки. Ноги разведчика отличный вариант для скаута, так как они позволяют развивать очень большую скорость бега. Хотя, по правде говоря, такие ноги имеют смысл ставить и бойцам рукопашного боя, а также некоторым персонажам с холодным оружием. Дело в том, что в таком билде персонажи данные будут отлично догонять и перехватывать вражеских НПС, которые так и норовят начать убегать, когда у них проблемы с руками. Тихая нога, на мой взгляд, подходит лишь для воришек, которые любят отыгрывать ниндзя и действовать чисто в тени. Ну а теперь, дорогие друзья, мы переходим к следующей части видео. Так как в ванильной версии кенши протезов не так много, то я люблю использовать мод на протезы, который называется Jewellers Limbs Overhaul. Не скрою, для этого видео я искал в мастерской по кенши и другие моды на протезы, которые призваны добавлять достойные протезы. Ну во-первых, модов оказалось не так уж и много, а во-вторых, такие моды, как правило, добавляют шлак. Лишь данный мод добавляет действительно клёвые протезы. И делает игру чуть интересней. Итак, что представляет из себя данный мод на протезы? Во-первых, он добавляет новые протезы рук и ног. Причём, часть протезов довольно уникальные и очень хорошие. Однако, не всё так просто. Для того, чтобы заиметь данные протезы, как правило, уникальные, придётся постараться. Что же там за протезы? Давайте разберёмся. Ноги берсерка. Отличный вариант для дерзких бойцов. Эти ноги дают дебав к скрытности, но они замечательно усиливают бойца в плане атлетики, а также дают бонус в рукопашном бою. Прочность данных конечностей в мастерском исполнении равна 340 хп. Нога Левиафана. Вот эти протезы я, можно сказать, обожаю. В мастерском исполнении протеза даёт безумный дебав на скрытность, но улучшает урон в рукопашном бою на плюс 19, а также из-за безумной прочности в целых 365 хитпоинтов ноги делают из вашего воина практически неприступную крепость. Призрачная нога. Это вариация на тихую ногу. В мастерском исполнении обладает прочностью в 195 хп, тогда как у обычной тихой ноги 175 хп, всё в том же мастерском исполнении протеза. А также данный протез весьма недурно усиливает обладателя в плане скрытности. Плюс 39% против 25% у обычной тихой ноги. Нога Живоглота. Как и предыдущая конечность, это вариация Ноги Разведчика. Дебавы те же самые, как впрочем и прочность. Что и у Ноги Разведчика, что и у Ноги Живоглота, прочность аналогичная. А вот бонус Нога Живоглота даёт куда более существенный. Плюс 56% к Атлетике против 38% у обычной ноги. И мы плавно переходим к рукам в моде. Тут дело куда поприятнее. И дело ещё в том, что этот мод заставит вас исследовать этот мир. И сподвигнет вас, так сказать, победить скелетов в пепельных землях. Чтобы получить возможность делать уникальные протезы. Рука Бандита. Вариация Руки Вора. Бонусы те же самые, только в разы больше. А также Рука Бандита куда жирнее в плане ХП. 195 в мастерском исполнении Руки Бандита против 145 у Руки Вора в мастерском исполнении. Рука Стрелка. Вариация твёрдой руки. Бонусы больше, да и ХП жирнее. 195 хитпоинтов в мастерской вариации протеза. Быстрая Рука МК-1 и МК-2. Весьма исполнении МК-1 обладает 145 хп прочности, а вот МК-2 – 170. Рука Левиафана. Довольно неплохая конечность. Обладает хорошим запасом прочности, равным 265 хитпоинтам в мастерском исполнении, а также даёт бонус на силу и на рукопашный бой. Причём существенный бонус. Силовая Рука МК-1 и МК-2. Отличнейшие протезы, которые можно достать без заморочек, с сильными скелетами. Обладают бонусами на силу, а также на рукопашный бой. В мастерском исполнении МК-1 имеет 245 хитпоинтов прочности, а МК-2 – 265. Вот мы и перешли именно к именным конечностям. Агропромышленная Рука. Имеет отличные бонусы на арбалеты и на ловкость. В мастерском исполнении имеет 265 хитпоинтов прочности. Безумно полезная конечность для арбалетчиков. Рука Джана. Очень хорошие протезы. Отличные бонусы на ловкость и на силу, а также на рукопашный бой. И 300 хитпоинтов прочности. Но, правда, придется заморочиться, чтобы победить обладателя этих рук. Рука ХАТ-12. 325 хитпоинтов прочности. Достаточный бонус на ловкость и просто сумасшедший бонус на силу. Данные протезы сделают машину смерти из своего обладателя. Рука Носорога. Сугубо силовые протезы. В мастерском исполнении дает бонус на 60% силы и обладает 350 хп прочности. Но тут действительно, обладатель данных рук будет идти на пролом как Носорог. Рука Жесть Кулака. 300 хп прочности, 60% увеличения ловкости и 39% увеличения силы и плюс 25 в рукопашном бою. Жесть Кулак не сразу согласится расстаться с этими конечностями. Поверьте, кое-кого он все-таки уложит ими. Рука Катлона. Зеркальные протезы конечностям Жесть Кулака. 39% увеличения ловкости и 60% увеличения силы. И бонус плюс 20 к рукопашному бою. Вдобавок прочность протезов 300 хп. Вам все также придется уломать Катлона, отдать свое ЦПУ и эти протезы в мастерском качестве. Вот такой вот мод на протезы. Для тех, кто сейчас спрашивает, так я не понял, а где все это искать? Подсказонька. Неименные протезы можно найти в городе черной пустыни. А вот именные протезы придется поискать. У кого в пепельных куполах, у кого еще где-то. Но обладателей данных протезов найти не сложно. Основная сложность будет заключаться в том, чтобы справиться с этими обладателями, так как протезы у них стоят, мастерского уровня. А значит они будут делать вам больно. Очень больно. Ну, надеюсь гайд вам был полезен. На этом я с вами прощаюсь. Пишите, жмите. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь в группу в ВК. Заходите в дискорд. Не болейте, не скучайте. Пока-пока.